Судить не помиловать. Карагандинский областной суд оставил без изменения кассационную жалобу в отношении Мираса Жуматая. Напомним, в апреле прошлого года произошло убийство двукратного чемпиона Азии. Четыре преступника стреляли по машине, в которую сели, выйдя из ночного клуба, спортсмен Сая Багдад и его друг Мирей Бекен. В результате перестрелки спортсмен скончался от огнестрельного ранения в голову. Продолжит наш корреспондент. Убийство спортсмена произошло в ночь с 8 на 9 апреля. По словам пострадавших, Мирас Жуматая предложил своим знакомым убить одного местного жителя, с которым у него были неприязненные отношения. Но найти недоброжелателя они не смогли и расправились с его близким другом, спортсменом Сая Багдадом. Подозреваемые заранее купили два обреза охотничьих ружей, заплатив за них по 10 тысяч за каждый. Преступников поймали и осудили. Приговором суда Альтаев был осужден к 16 годам лишения свободы, а Бденову было назначено наказание в виде 13 лет тюрьмы. А вот с приговором в отношении Жуматая и Ерсына, которые получили всего по 3,5 года, близкие погибшего совсем не согласны. С сегодняшним решением касационной коллеги мы совсем не согласны. Я намерен идти до конца, до Верховного суда и даже до президента. Они были соучастниками убийства моего сына. Защитник пострадавших считает, те лица, которые получили минимальные и условные сроки за хулиганство и хранение оружия, являются зачинщиками и организаторами преступления. К слову, со слов адвоката Алмата Каскарбая, Мирас Жуматая, осужденный к 3 годам с 6 месяцем лишения свободы, был арестован через месяц после того, как вышло постановление апелляционной коллегии. Мы с этим результатом не согласны, потому что, по сути, Жуматай Мирас и Ерсын Бухара, они были причастны и участвовали в убийстве Багда Цаи, но им, однако, соучастие в убийстве не изменили, хотя они приобрели оружие, они готовились к этому преступлению, мы с этим не согласны. И то, что им дали самый минимальный срок наказания, Жуматай Мирасу 3 года и 6 месяцев лишения свободы, только после того, как в газете «Литер» вышла статья, его арестовали через месяц после апелляционной инстанции оглашения, а Ерсын Бухаре так и оставил этот приговор. Мы с этим не согласны, мы будем это обжаловать. Решение и в этот раз осталось без изменений. Председатель областного суда Ермек Сирикпаев отмечает, что доказательств того, что Жуматай и Ерсын были причастны к убийству, не было. Они проходят второстепенно. С учетом всех фактических обстоятельств по делу, с учетом их второстепенной роли по данному делу, с учетом того, что органами предварительного следствия не вменялось им участие в убийстве, либо в подстрекательстве убийства, либо в пособничестве, они органами предварительного следствия по данной статье суду не предавались, а предавлены были за по 251-й хранение и приобретение оружия и за хулиганство по 257-й части 3-й. Несогласные с приговором родные намерены обжаловать решение Кассационной коллегии уже в Верховном суде. Рамгуль Салкимбаева, Тулигин Рашид, Евгений Фанасьев, Первый Карагандинский.